Идите сюда. Сейчас, ожидайте там. А кто выйдет? Выйдут, выйдут к вам, ожидайте. И заберут вас, и вынесут, и отдадут. Девушка, давайте вы не будете голос повышать, хорошо? Ну хорошо, и вы... Давайте вы не будете. Все, мужчина, ожидайте, ожидайте, пожалуйста. Потому что вам придется очень быстро на это заработать. А вы что тут деловые или что сидите, я не могу понять. Вы, я говорю деловые или что? Вы пришли порваться? Я если начну ругаться, вы просто прозреете. Все. Люди у вас за дверью сидят по несколько часов. Все, мужчина, давайте. А вы сидите такая деловая под кондиционером и начинаете тут что-то рассказывать. Все. Талончик возьмут, не возьмут. Вы кому работаете, государству или кому, или для народа вы сидите? Пожалуйста, дайте я вслужу человека, а потом будете рассказывать. Так, давайте делать это в темпе. Давайте вы не будете указывать, хорошо? Буду, вот представьте, буду. Все. Потому что я, может, что-то знаю. Ну хорошо. Вы пришли порваться. Не, я кино пришел снять. Ну, снимайте. В ютубе давно были? Да. Вот еще сейчас устроен трэш, там полиция и все такое прочее. А то поставили автомат у себя в кабинете, чтобы людей потом выгонять. Не выгонять. Тем более старики к вам приходят, не молодежь. Мужчина, пожалуйста, хорошо? Я хочу, чтобы вы услышали. Хорошо, правильно. Ну вот и вы услышите. Смотрите, вам. Так 8 вызывайте, а у меня 84, я должен торчать. Мне 80 лет. Скажите, пожалуйста, во сколько вы сюда пришли? Около двух. Двух часов. А сейчас сколько? Четыре уже. Человек сидит полтора часа. Это нормально? Давайте, пожалуйста, хорошо. Вы кто будете? Вы сотрудник? Да, я в маске. Ну, это хорошо, что вы в маске. Можете вызвать полицию? Пожалуйста, предоставите вам. Что жда? У нас нет, мы покупаем за свои деньги, к сожалению. Мы хотим знать, кто вы, головные специалисты или нет. У вас приходят старики, вы понимаете? Старики. Вы их держите по полтора часа. Вы деловые женщины, сидите под холодным кондиционером, но при этом ваш автомат стоит у вас в холоде. Пошелся к начальнику, подойди. Да не ири, говорю. Давай сюда начальника тогда. Говорю, не ири. Начинай что-то голос повышать. Я не повышаю. Ну, такие все-то да. Не надо в таком турнире. Два моста, по-моему. А как мне разговаривать, если мы зашли, а вы нас выгоняете? Вы что? Автомат возьмите, поставьте, где он должен стоять. Да, выходите. Без маски, без ничего. Полицию можете вызвать. Заходите, что-то. А, может не выжать? Давайте, конечно. Добрый день. Да, как раз. Чтобы вы понимали, с кем вы будете диалог вести. Добрый день. Чтобы вы понимали, с кем вы будете диалог вести. И жалуются о том, что у вас, вот, допустим, дедушка. Возьмем пример. Банальный дедушка. Сидит полтора часа. Полтора часа. Плюс у вас автомат стоит, у вас же где? У вас в приемной. Понимаете? И вы даже, и тут ваши сотрудницы пытаются на голос там повышать. Вы знаете, что это же можно что же пресекать эту всю ерунду? Понимаете? Вот. И поэтому я просто нормально зашел. Я культурно зашел. Сказал, здравствуйте. Я не зашел, сноги не открыл. А она сидит деловая и начинает мне что-то рассказывать. Люди пишут, поймите. Люди, вот, смотрите, даже дедушка. Можно как-то, чтобы ваши сотрудники ускорились? Ну, не завждите. Можливо. Потому что сейчас, зараз, працюю пять евробитников. Всего десять. Кому нам нужно обратиться, чтобы все это работало, зачем-то дайте талоны? Талоны выдаются. Как вас зовут? Евгений Егорович. Евгений. Это то же самое, как с МРЭО. Мы знаем, для чего там все сделано. Поверьте, я этим месяц и занимаюсь, я об этом и говорю. Здесь уже давайте пожалеем хотя бы старику. Ладно, молодежь. Можно оставить слово? А теперь давайте почитаем во сколько мы выдали талоны. Кому? Вот. Вот сюда смотрите. Вот сюда смотрите. Вот время. Давайте вы не будете, ладно? Не надо рассказывать, что два часа. Я про дедушку говорю, не надо мне в лицо эту херню тыкать. Виктория Олеговна, не тыкайте мне это в лицо, ладно? Я вам за дедушку говорю, который полтора часа сидит. Для чего-то, хорошо, вопрос, для чего талоны сделали? Для того, чтобы обслуживать. В каком смысле это было? Максимально быстро. Молодой человек, смотрите. Вы извините, но наши программы не до такой степени быстро. Да что-то вы говорите, тогда людям сделайте кондиционер в комнате. У меня разрыв во времени, чтобы люди действительно не сдали попросить. А он пришел тогда, потому что там видите, как хитро написано. Там через 15 минут время можно сильно выйти. Нет, смотрите, какая ситуация. У нас сейчас работает веб-портал пенсийного фонда. Ну единое окно. Нет, веб-портал, по которому кто зарегистрирован, может зарегистрироваться, любой человек. И дома в удобные, я не знаю, может это сложно для наших пенсионеров. Нужен цифровый типус? Нет, мы даем код доступа, человек дома приходит. Идентификатор? Да, мы даем код доступа, чтобы другой не попал человеку. Он дома приходит, этот код доступа дает возможность зайти на веб-портал пенсийного фонда, зарегистрироваться. Это нужен надбук, значит? Или телекомпьютер. Телефон, компьютер, только современные телефоны. Ну и больно. И дома в удобный для него времени регистрироваться, и мы в это время принимаем. Вот у нас каждый день 15-19, когда сколько этих человек, которые, мы их минуя очереди, потому что они зарегистрированы, в это время мы их принимаем. Очередь людей мы обслуживаем действительно очень большая. К сожалению, но с этим мы не можем ничего сделать, потому что в день приходит 150-180 человек. Мы их даем послуг. Такое количество в день. Но сейчас, может, немножко... Евгений, я Вас перебью. Я Вам еще раз повторяю. Создавали МРЭО, электронную очередь, для того, чтобы это ускорить весь процесс. На самом деле нас обманули. И вот здесь Ваши подчиненные пытаются, красивые женщины, выгнать дедушку того, который уже сидит. Выгнать я хорошо, я это понял. Но, поймите, если сюда будут приходить блогеры, просто блогеры освещать эту всю проблему, то, поверьте, у Вас... И они будут приходить не просто блогеры, а будут с юристами приходить. Просто мне интересно, какие у Вас предложения. Ну, смотрите, я думаю, как минимум, надо условия и для людей по хиллогубику, там очень жара, выгонять тоже не вариант. Потому что, дай Бог сердца, ответственность, кто будет нести, выставляет Ваши сотрудники. Да, я понял, я тоже думаю о том, что нам необходима комната ожидания. Да, вот как в исполнительной комитете так сделали. Ну, вот в этом году, в этом году, у нас, я не знаю, если хватит денег, мы делаем туалет для СИБ с обмеженными. Ну, у меня в планах тоже есть комната... Люди удивляются, знаете, к чему? Ну, как бы идешь, они удивляются, говорят, это какая-то частная контора, и нас как бы пытаются что-то тут нам навязать, а не мы создали как орган, который нам в структуре должен помогать. Вы помнили, у них всех такое мнение. Мы-то еще не дожили до пенсионного возраста, но вот пенсионеры такого мнения. У нас очень большой прием в день. Ну, Харьков большой город, потому что. был когда-то... Если вы в суммах находились, вы знаете, что суммы маленькие, говорят. Там, возможно, нет такого же. Да. Есть портал, может там как-то действительно сделать опрос у тех людей, которые уже с опытом, они, может, как-то поделятся, и граждане, которые у нас что-то свое предложат, чтобы это как-то реструктуризировать. Очень многие просят записаться по телефону. Мы такое не можем делать. Но это... В сервисных центрах, точнее. Мы можем только через нас, через вот этот терминал. Да. Но это не мы, а человек сам может. А он у вас поставлен здесь, именно внутри зачем-то. А зачем, вопрос? Зачем его поставили здесь? Может лучше, что... Мы уже не можем вынести... Не-не-не, не на улицу. Я имею в виду... Вот в коридоре, где ожидают пенсионеры. Здесь информатор находится. Люди к информатору. Для того, чтобы как бы в целях помощи или как? Нет, информатор, во-первых... Может продублировать его? Обслуживает область. Ой, это... Очередь обслуживает. Информатор выдает пенсийные посвящения, отвечает на телефон. Очередь, ну как бы, направляет по каким вопросам. Может кому-то даже и не надо. Вот зачастую просто люди приходят что-то спросить. У них не надо обслуживать. Но наше обслуживание сейчас, действительно, мы стали медленнее обслуживать, потому что сейчас все сканируется. У вас из-за портала, да? Нет, все сканируется. Из-за сканирования. Любой документ, вот человек обратился, паспорт, код и пошел. А у вас сканеры такого типа? Может быть, ускорит это приобретение сканера? Ну, какие нам дают? Как в судах. Он такой, проводить. И все, это же быстрее. Какие нам дают? Ну, я понимаю, какие были заказаны аппаратом. Ладно, мы услышали ответ. Нет, я понимаю, что если там я проведу, если кого-то выгнали, ну, как бы, я все время доступен. Нет, это хорошо. Даже удивительно было, что мы зашли, и вы тут не начали. Ну, это нам бы плюс бы сделали. В исполнительных службах, например, там, к сожалению, нет понимания. Там быстро, как камеру видят, там быстро реагируют. Понимаете? Мы показываем людям, как должно быть на самом деле, а не так, как мы захотели. Мы же пришли, норму закона никакую не переступали. В Литве, допустим, у меня знакомый, он тоже пенсионер, он говорит, ему даже по почте все прислали, что ему необходимо, он даже никуда не ходил. там, действительно, вот эта диджитализация, она проработалась. В то же время, сейчас, вот, нету территориальной принадлежности. То есть, человек может... По удобству. По удобству. Ему сейчас он в Одессе находится. Он идет в Одессу. Ему удобно, там, в Московской. Он идет в Московской. Удобно, вот, сейчас... Мы принимаем... Единую систему. Смотрите, вот у меня лежат документы, принятые... Невышленский. Да. Ну, он там, человек на УФУ в учете стоял. Да. Ну, ввел там, его там все документы... Да. И мы передаем за належностью эти документы. Там архивы туда передаете, просто это дольше еще, да? Или у вас, если вы сканируете... Нет. Мы приняли уже все. Мы просто потом передаем. То есть, человек, где ему удобно, там он и подает документы, там и... Делается все сейчас. Просто я обратил внимание, Возраст такой, действительно, он не до стуга никогда даже интернета дома нет. Поэтому как-то надо эту проблему решать. Как-то пытаться, действительно, может, по телефону хотя бы приемы и отдельного человека по телефонному приему поставить. Ну, попробуй. Мы стараемся инвалидом первой группы. Вот, инвалидом войны, это все, конечно, в первую очередь. Там есть ближайшие государства, они тоже пили вот эту жизнь. Которым исполнилось 80 лет, да. Но у нас все, ну, все абсолютно, или инвалид, или пенсионер, или пенсионер. Они все в основном такие. Выделить кого-то, да. Нет, конечно. Это вот, ну, будем, в общем-то, думать, как бы с вами вместе, чтобы помогать людям. Мне кажется, самое первое, главное, это помогать в возрасте людям. Пошли, посмотрели, сколько там дедушек было. Ну, сейчас документы нас забрали, сказали, через 30 минут уже все будет готово. Ну, посмотрим. Полчаса будем ждать. Ну, девушка все. А какая услуга? Ну, у нас на погребе. Ну, похование в среднем, да. Полчаса. Там просто все в оригинальные документы забрали, не все. Ну, они вот в этом же сейчас, что не забирается, ни трудовая, ничего. Вас сейчас взяли, тут же ее все документы вернули. Просто если сканом этим, он действительно, вам заходит в каждый листик где-то, а так, если может быть скан подключать к телефону служебному, и вы фотографируете и быстро отсылаете. Это та же самая процедура. Это же быстрее. Нас обеспечат другим. Это смартфоны просто, планшеты. Это вот так вот так будет, вот так. Уходите. Вам приходится ложить, ждать, пока эта бумажка пройдет. Палочка. А так вы сфотографировали, оно уже цифровом бы его понравились. Это же быстрее гораздо будет. И вам удобно в сейфе сдавать будут информационные номера? Если первичка, ну это минут сорок. Постановка на учет вы имеете в виду? Ну это человек первый раз. Да, минут сорок. Мы это обслуживаем. Плюс у него, как всегда, очень много вопросов. Ну конечно. Это может еще чуть-чуть затянуть. А там стенды есть информационные? Там, в принципе, какую-то информацию он вычерпать может. Ну, может быть, надо посмотреть какая-то некладка, потому что много у людей информации, он и голод у них, понимаете. Они все, действительно, вот непонятно куда они пришли, зачем, вот с пачками документов, а вы разбираетесь, понимаете. Вот вам и приходится время отправить. А так надо там как-то обовещать. Еще будет что-то там, действительно, жарко, узко. Ну, действительно, мрачное. И, действительно, у нас не совсем идеальные условия. Ну, как-то у вас оживилось все. У вас оживилось, я вижу, уже оживилось. Сейчас работает на зоне быстрее. Ну, это, строятся же админцентры, мы сами ждем, администрация. Обещают. Обещают. Которые полномочия возьмут. Часть полномочий. Мы переедем туда. Потому что в здании переедем. Да, и все будем в одном месте. То бишь, будет по району? Покрашены. В одном месте можно будет. И за гран-пас, и на пенсию пойти, и получить там на рождение. В одном, ну, как вот, без детства, без новца. Все, мы сейчас людям доведем. Все, до свидания. Что там, очередь ускорилась? Да, вполне. Ускорилась, да? Как камера сыграла, да? Уже вполне. Для бога, может, обращайтесь. Какие-то еще будут вопросы, будем оповещать, поднимать. Друзья, ну вот, мы еще раз сделали одно доброе дело. Пришли вот сюда вот. Вот. Пенсионный фонд. Вот. А очередь на шоу. Так. Вас просили, когда будет. Я сказал вам вчера. Что там, вам нужна помощь? Да. Вы так сильно не нервничаете. Убегает сразу. А что вам нужно помочь, скажите, пожалуйста. Что-то уже, она не доказала сразу. Давайте мы зайдем вместе. И посмотрим, что же. Иду. Давайте я с вами зайду. Можно с вами, правильно? Туда. Туда идти. Иду. Я бы звала Вадима. Мы с ним заходим. Нет, я бы звала лично, разговариваю с человеком. Ну так вы разговариваете нормально. Пожалуйста, я разговариваю с Гурой. Послушайте, как вас зовут? Я разговариваю с Гурой. Как вас зовут? Меня зовут Вадим. Меня Оксана. Оксана, я вам просто объясняю, я только что стал свидетелем, как вы перед дедушкой закрыли окно. У меня дедушка. Я говорю, он дедушка. Я его вызвала сюда в кабинет. Да вы вызвали и начали кричать, я хочу с вами распрощаться. Пожалуйста. Да нормально, но давайте вашему руководителю зайдем. Давайте мы к руководителю вашему зайдем. Я зайду руководителю. Ну так давайте зайдем под камеру и вы расскажете, как вы общаетесь с дедушкой в 80 лет. Но вы рассказываете, что вы не обязаны. Мне ему камеру оставить. Я не обязаны. Мне камеру мы оставить. Так я сейчас три камеры сюда поставлю. Вы тут деловые, сидите в холодном месте и себя вольно чувствуете или что? Вам если что-то не нравится, можете на меня вызвать полицию. Посмотрим, что я сыграю. А я стал свидетелем того, как тут обслуживают. Вызовите полицию, пожалуйста, вызовите. Я за дедушку заступаю. Я заступаю за дедушку. Понимаете? Вы издеваетесь или что? Смотрите, если вам нужна будет помощь, мы за дверью. Пусть они немножко расслабятся. Законно? Вы уволились? Вам делать нечего, да? Это вам делать нечего. Мы как раз занимаемся. Я вижу, каким вы делом занимаетесь. Как вы разговариваете с людьми? Молодой человек, пожалуйста, не мешайте. Как вы с людьми разговариваете? Пожалуйста, не мешайте работать. Вы освободите кабинет. Освободим. Я с дедушкой зашел, она закрыла вот передо мной только что. Вы меня уже пятый раз слышали. Вы идите на меня. Да ты тоже на меня говоришь. Кто ты такой? Давай. Посмотри. Давай. 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 Вызывай. Вызывай. Вызываем полицию. Давайте. Сейчас посмотрим, чья возьмет. Да ничего не будет возьмем. Не надо хамски себя вести. Да я увидел, как ты со мной на камеру разговаривала. Почему вы хамите? Что значит ты? Ну такой я хам. Вот такой я на меня можете написать заявление. Вы только что, ваша сотрудница нахамила дедушки. Что ему не хамить, с ним разбираться. Все, пожалуйста. Нос перед носом закрыли окно. Пожалуйста. Люди стоят ближе, как дедушка. А вы нам мешаете расходить. Давайте, давайте, вызывайте, вызывайте. Не, там 5 специалистов. А, вам вообще другое. У меня камера стоит. Не просто заказать пенсию на замену Теренова. Мне не нужны вот эти специалисты. Не, она просто закрыла перед носом. Он у него спрашивает. Она закрывает перед его носом окно. Типа, грязь, рабочий день. Конечно. Да нет. Да нет. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. А еще 4 только. Я просто тоже вчера здесь имел неостарочность попасть. И мы переехали в 3 часа. И нам сказали, вы знаете, как бы, а у нас можете не занимать очередь. А так вот дверь не закрывает. Я сегодня пришел в 11. В начале 12. А в начале 12. А в начале 12. А в начале 12. А в начале 12. Друзья, ну вы сами видели, как вот общаются в пенсионном фонде с посетителями. Я заступился за дедушку, который стоял, как вы видели, возле окна. Она закрывает двери и не хочет ни с кем разговаривать. И так происходит в каждой организации государственной. Ну, потому что там богини сидят. У меня есть много роликов, даже с УПП есть, где в канцелярии сидят просто тупо богини. Поэтому как-то так, погнали дальше. Хотите новый ТОП? Наберется много лайков и я сразу выпущу второй ТОП. Субтитры сделал DimaTorzok